Друзья, всем привет! Это Илья. Сегодня очередной раз получил от нашего подписчика в Instagram ссылку на сторонний YouTube-канал, где блогер с умным видом рассказывает о Мексике, пытается там что-то комментировать, трактовать статью месячной давности, связанную с соглашением между Мексикой и Соединенными Штатами Америки по поводу эмиграции. Причем название дал такое, что люди читают и на самом деле начинают бояться и так далее. Я комментировать это не буду, я не буду вам рассказывать дословно, что там сейчас происходит, потому что для нас это не полезно, для нас это вредно. Чем больше людей будет ехать в Мексику, тем больше там будут очереди. Сейчас в Тихуано некоторые ждут по 2-3 месяца, когда дойдет их очередь на подачу. Могу только сказать, что эта новость и вообще это соглашение связано с нелегальной эмиграцией, с теми, кто занимается трафиком людей именно нелегально, контрабандой и так далее. Со стороны Мексики будет усиление границы в аэропортах в Мехико-Сити и в Канкун на въезд граждан СНГ. Будут чаще разворачивать, не пускать. Кстати, такое даже бывает, когда у вас есть российский паспорт. И к этому нужно быть готовым, потому что Мексика это не так все просто, как это было, допустим, год назад, но тем не менее этим пользоваться можно. Более детально вам рассказывать я не буду, потому что, опять же говорю, это для нас не совсем полезно. Много блогеров, которые берут деньги за свои услуги, используют информацию, которую даем мы. На что обратил внимание, вот смотрю на ютубе и ролики свежие из Мексики с теми, кто реально находится в Мексике, кто ездит вдоль границы, есть только наши. То есть, кто-то пытался там 6 месяцев назад, там год назад пойти по нашему пути, снимать с границы, сейчас этого нет, сейчас только просто берут статьи и что-то там цитируют, что-то добавляют, меняют. Просто искажают информацию, которая для кого-то полезна, для кого-то не полезна. Так что, друзья, нелегально в Мексику ехать не нужно, перепрыгивать через забор не нужно, потому что, если вы перепрыгнули через забор, вас поймали на той стороне, весь судебный процесс вы будете проходить в Мексике. То есть, вы будете в определенное время, в определенный час, когда вам назначено приходить к границе, на вас будут надевать наручники, я видел, как это делается. Дальше вас везут в близлежащий город от границы, там будет иммиграционный суд. Как только вы его пройдете, получите статус «Добро пожаловать в Америку». Нет, до свидания. И я хочу сказать, что очень многие пользуются этим способом, нелегальным способом въезда в Соединенные Штаты. Очень не рекомендую вам этого делать и также не рекомендую использовать фальшивые липовые паспорта Российской Федерации, загранпаспорта. Гришат этим граждане Узбекистана. Валей рассказывал, который недавно вышел из Латешин-центра, что там с этими людьми происходит. Даже если вы потом получите грин-карту, это все может привести к печальным последствиям, когда эту преступную группировку, которая занимается как раз нелегальным въездом в Мексику, накроют. И на вас укажут, вы пострадаете, американцам только дай повод, чтобы вас разорвать. Не повторяйте чужих ошибок. Что касается меня, ребят, почему сейчас в данный момент очень мало видео со мной на YouTube-канале, я полностью перешел на Instagram. Я делаю сам посты, мы адаптируем выдержки из законов США, обновления, также переводим новости. Канада, рассказываем о Канаде, как переехать в Евросоюз, получить второй паспорт и Румынии, Польша, въехать в США и в Канаду без визы. Я получаю просто колоссальную обратную связь. Несколько дней назад мой пост об этом набрал больше тысячи комментариев. Я не говорю уже про лайки. Народу это интересно, у нас подписка каждый день более тысячи человек. И на YouTube просто банально не хватает времени. Исполнением я не занимаюсь сейчас. Есть компания Яиммигрант, которая все это делает. Там остались и Игорь, и Татьяна, и Алексей. То есть я полностью ушел в блог, полностью ушел в контент. Если у вас есть какие-то идеи, варианты взаимодействия со мной, это может быть реклама, это может быть партнерство, вы можете смело написать нам здесь в комментариях, и я с вами сразу же свяжусь. Также мы можем вам помочь пререкламироваться в нашей группе Instagram, потому что у нас очень большая посещаемость из-за того, что мы делаем качественные посты, интересные, много бесплатной информации, которую люди хотят получить, в которой люди нуждаются. Итак, ребят, подписывайтесь на наши ресурсы. Удачи вам в эмиграции. Всем всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok